привет дорогие друзья сегодня три мои сестры племянница и я приглашаем вас вместе с нами посетить один из самых роскошных дворцов санкт-петербурга дворец который принадлежал пяти поколениям князей юсуповых на парадной лестнице нас встречают четыре фигуры аллегории сторон света север юг запад восток и самая большая и роскошная люстра дворца дубовая гостиная украшена гобеленами которые подарил владельцу дворца князю юсупову сам наполеон бонапарт к сожалению это не оригиналы оригиналы находятся в государственном музее эрмитаж а это лишь живописные копии друзья а сейчас по словам сына зинаида николаевна юсупова и феликса мы перемещаемся в сердце дворца это покои княгини мы в белой гостиной из воспоминаний феликса юсупова мы узнаем что мебель здесь когда-то принадлежала марии антуанетти хрустальная люстра прибыла из будуара маркизы до помпадур бесценные безделушки стояли на столах и в горках табакерки с эмалью и золотом аметистовые топазовые нефритовые в золотой оправе с бриллиантовой инкрустации пепельницы матушка обыкновенно сидела именно в этой гостиной когда никого не было вечерами мы с братом здесь с нею ужинали круглый стол накрывали на три прибора и ставили хрустальные канделябры в камине полыхало пламя огоньки свечей вспыхивали в перстнях на тонких матушкиных пальцах не могу без волнения вспомнить об этих счастливых вечерах в маленькой уютной гостиной где прекрасно все и хозяйка и обстановка да это были минуты настоящего счастья знали бы мы какие несчастья придут за ними главный уют был в матушкиных комнатах излучали они тепло ее сердце свет ее красоты и изящества в спальне обтянутой голубым узорчатым шелком стояла мебель розового дерева с марки 3 широких горках красовались броши и ожерелья когда случались приемы двери были на распашку любой мог войти полюбоваться матушкиными бриллиантами эта спальня была со странностью порой раздавался оттуда женский голос и всех окликал по имени прибегали горничный решив что зовет их именно хозяйка и пугались до смерти увидав что спальня пуста мы с братом тоже слыхали не раз эти странные зовы феликс юсупов продолжает вспоминать дом наш был особенно замечателен своими пропорциями произведение искусства наполняли его во множестве дом был похож на музей ходи и смотри до бесконечности к несчастью дед затеял перестройку и многое увы испортил две-три залы до галереи с картинами сохранили дух восемнадцатого века комнаты были уставлены всякими редкостями картины миниатюры фарфор бронза табакерки я обожал видимо наследственно драгоценные камни а в одной из горок стояли статуэтки которые любил я более всего венера из цельного сапфира рубиновый будда и бронзовый негр с корзиною бриллиантов пасху праздновали торжественно всю страстную близкие друзья и почти вся прислуга были с нами на службе в нашей домашней часовне а в субботу на всю ночную шли в большой храм после разговлялись костей собиралось множество начинался пир горой молочные поросята гуси фазаны реки шампанского вносили куличи в венчики из бумажных роз обложенные крашенными яйцами на другое утро мы мучились животами после пира отец с матерью и мы с братом шли в людскую матушка следила чтобы людей кормили хорошо и слуги ели почти все то же что и хозяева мы поздравляли всех и христосовались у отца имелась прихоть менять столовые чуть не каждый день мы обедали в новом месте что прибавляло слугам хлопот мы с николаем порой бежали по всему дому в поисках где накрыто и опоздать были рады ради ханьки отец с матерью держали открытый стол сколько едоков соберется к обеду в точности не знали многие являлись к столу целыми семьями ибо нуждались и питались то в одном то в другом достаточном доме этих извинить было можно других навряд ли одна богатая старуха домовладелица ела только в гостях приезжала с опозданием и войдя войдя заявляла со пломбом волки сыты теперь поем спокойно к рождеству на мойке начиналась суматоха готовились целыми днями на стремянках вместе с прислугой наряжали высоченную елку до потолка сияние стеклянных шаров и серебряного дождя зачаровывала наших слуг азиатов прибывали поставщики доставляли нам подарки для друзей и суматоха росла в праздничный день являлись гости почти все дети наши родственники приносили с собой чемоданы чтобы унести подарки подарки нам раздавали потом угощали горячим шоколадом с пирожными и вели в игровой зал на русские горки было ужасно весело но кончался праздник почти всегда потасовкой я был тут как тут и с наслаждением колодил ненавистных галереи ведут в домашний театрик в стиле людовика пятнадцатого после спектакля ужин или прямо в фойе если разумеется не было званого вечера когда собиралась порой две тысячи гостей тогда ужин подавали в галереях а в фойе накрывали стол для императорского семейства всякий такой прием потрясал иностранцев не верили они что в семейном доме можно накормить стольких людей и на всех хватит и горячих кушаний и севрского фарфора и столового серебра испанская инфанта вспоминает более всего поразило меня празднество в мою честь у князей юсуповых княгиня была необычайно красиво тою красотой какая есть символ эпохи жила среди картин скульптур в пышной обстановке византийского стиля в окнах дворца мрачный город и колокольни кричащая роскошь в русском вкусе сочеталась у юсуповых с чисто французским изяществом на обеде хозяйка сидела в парадном платье шитом бриллиантами и дивным восточным жемчугом статна гибко на голове кокошник по нашему диадема также в жемчугах и бриллиантах сей убор один целое состояние позже феликс юсупов вспоминает в ее 75 лет цвет лица у нее был как у барышни матушка никогда не румянилась и не пудрилась и только всю жизнь горничная ее полина готовила ей один и тот же лосьон причем рецепт проще простого лимонный сок яичный белок и водка этот волшебный секрет когда-то открыла прабабки княгини племянницы потемкина екатерина великая постичь дух юсуповского дворца нам продолжают помогать мемуары феликса юсупова рядом с отцовским кабинетом помещалась мавританская зала выходившая в сад мозаика в ней была точной копией мозаичных стен одной из зал альгамбры посреди бил фонтан вокруг стояли мраморные колонны вдоль стен диваны обтянутые персидским штофом зала мне нравилось восточным духом и негой частенько ходил я сюда помечтать когда отца не было я устраивал тут живые картины а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Россия навсегда! Субтитры создавал DimaTorzok На линкольне Мальбора беженцы отплыли из России на Мальту. Покидая родину, Юсуповы совсем не ожидали, что остаток жизни проведут за границей. Императрица Мария Федоровна предложила им последовать за ней в Англию и Данию, но Юсупов-старший отказался. Не мог согласиться, ввиду полной своей уверенности и возможности вернуться скоро обратно в Россию. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что пробудило у вас интерес посетить этот великолепный дворец и прочитать бесценные мемуары Феликса Феликсовича Юсупова. А также я прошу вас оставлять комментарии, ставить лайки, делиться этим и другими видео. Этим самым вы поддержите развитие и процветание канала «Моя Родина Земля». На сём, прощаюсь с вами и до самых-самых скорых встреч! Субтитры делал DimaTorzok